МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Азии номер 3 школьников поздравил губернатор Владимир Владимиров. Чтобы родители гордились вами обязательно, чтобы гордилась наша Ставрополье вами, потому что мы много делаем для того, чтобы развивать наших детей. Нам, родителям, что? Гордиться своими детьми, гордиться тем, что мы сделали, и дальше развивать своих детей в свой родной Ставропольский край. Заболеваемость коронавирусом в Ставропольском крае достигла минимума с начала пандемии. Сейчас в регионе почти 200 человек с инфекцией наблюдается амбулаторно. В то же время 48 пациентов госпитализированы со средней тяжестью заболевания. Об этом на брифинге в правительстве края рассказала замминистра здравоохранения Ставрополя Яна Манкевич. В настоящее время ведущие инфекционисты страны прорабатывают вопрос о необходимости дальнейшей вакцинации от коронавируса. Рассматриваются варианты сезонных прививок или вакцинации по эпид-показанию. Сейчас этот вопрос решается на уровне, в принципе, большой медицины, и, соответственно, когда будет принято окончательное решение, то это уже притворится в практическом здравоохранении в виде какого-то конкретного действия. То ли это, как я уже сказала, вакцинация по эпид-показаниям или сезонная, как при гриппе. Ну, то есть мы ждем окончательных инструкций, больших инструкций. В Марьиных колодцах капитально отремонтируют систему водоснабжения. Там обновят напорно-регулирующий резервуар и заменят почти 8 километров изношенных разводящих сетей внутри села, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Также уложат около 20 километров новых подводящих труб. Работы проведут за счет субсидий из Фонда национального благосостояния. В поселке Кумская долина капитально отремонтируют врачебную амбулаторию. В медучреждении проведут отделочные работы, обновят кровлю, полы, двери, окна и инженерные коммуникации, сообщили в региональном Минздраве. Также закупят современное оборудование. Реконструкция амбулатории пройдет по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В поселке Красочном проходит третий этап благоустройства сквера на улице Победы. Сейчас там укладывают тротуарную плитку, обустраивают освещение и устанавливают скамейки, сообщили в региональном Минфине. Благоустройство сквера проходит по губернаторской программе поддержки местных инициатив. КОНЕЦ